с возвращением на старый объект для начала хочу сделать обзор то что у нас тут сейчас есть спустя полгода у нас ванна практически в том же состоянии что и после завершения ремонтных работ все идеально без изменений как принципе должно было быть так но есть такой один момент по причине которого я вернулся сюда причина не приятная случилась беда а беда находится у нас вот здесь смотрите люк люк под плитку и плитка на этом люке сломана как это произошло я не знаю история умалчивает но факт есть факт проблема есть начать ее нужно решить и теперь вопрос такой как это сделать быстро и безболезненно сделать так чтобы сохранить наш люк заменить плитку и чтобы в дальнейшем все работало так же как и работало до этого свои варианты вы можете написать в комментариях под этим видео ну а дальше в этом видео я вам покажу свой вариант процесс исправления этой проблемы процесс замены плиток на гипсокартоне на нашем люке ну в общем все что будет происходить вы будете видеть дальше в этом видео ничего не скрою все покажу как есть и дословно опишу весь процесс этой работы напоминаю люк деметра размер 60 на 80 что теперь наша задача решить эту проблему а как это будет происходить смотрим дальше поехали и так моя решение данной проблемы чтобы снять плитку с этого люка не обязательно у меня было предположение вырезать пытаться вот отковырить этот плиточный клей и но это естественно надолго поэтому я решил так сильно не заморачиваться просто изучив конструкцию данного люка я пришел к такому решению обратите внимание вот здесь вот в этих местах у него есть заклепки это у нас сделано заклепки в общем просто заклепали гипсокартон с этой рамы и для того чтобы снять этот гипсокартон достаточно просто срезать эти заклепки и гипсокартон теоретически должен просто слезть ну а потом я сделаю так восстановлю гипсокартон обратно уже другой новый и верну плитку на место но уже новую целую в хорошем состоянии вот такое мое решение которому я пришел когда столкнулся эту проблему но сейчас мы будем решать эту проблему уже не теоретически а практически приступаем в общем я обнаружил причину по которой сломался данный люк данная плитка в общем неосторожно неосмотрительно люк был открыт слишком сильно и соответственно вот эта часть плитки ударилась об эту стенку очень сильно об этом говорит вот эти вот следы на столешке вот она тут покоцанная такая вот небольшая в небольшие две вмятины есть на этой плитке вот получается просто плитка упала сюда дополнительно надеюсь больше ничего не пострадала ну такие вот небольшие царапины остались на столешке так но в общем да нужно быть немножко осмотрительный и сильно данный люк не открывать вот такие дела все таки нужно быть повнимательней так для начала нам нужно средств тут вот есть пресс шайбы которые я фиксирую вот этот уголок для жесткости мы тоже сделаем это не новатором где он у нас находится вот в этом месте короче пришло решение вандально снять этот люк так помощь эксперта зайди туда аккуратненько зайди и теперь держи чтобы он не упал вниз просто его выковыруем так вот так 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 это так так Следи за львом. Ну, он открывается. Люк. Сняли. Держишь? Держу. В общем, выдрали гипсокартон старый и остался у нас только просто каркас. Так, и сейчас на место старого гипсокартона нам нужно прикрутить новый, но предварительно, естественно, нам нужно все это почистить. Так, сейчас мы это все сделаем и восстановим гипсокартон обратно. Вот такое у меня решение было по замене данного гипсокартона, данной плитки на этом люке. Вот так вот, в общем, выглядит у нас скелет нашего люка. Высверливаем старые заклепки, кусочки валяются где-то здесь вот с помощью шуруповерта со сверлом. И потом по старым местам будем заклепывать новый гипсокартон. Так, вот он наша заготовка от лист гипсокартона, влагостойкий, 9,5. Очень пришлось его поискать, потому что тяжело найти такой материал. Никто им практически уже не работает. Так, и вот таким вот образом мы просто заменили тот лист, который был до этого, на новый, аналогичный лист гипсокартона. И теперь аккуратненько открываем с обратной стороны, берем шуруп со сверлом и делаем отметки. В этих местах мы будем проходить просекателем для того, чтобы зафиксировать наш лист гипсокартона обратно. Так, я думаю, нужно просечь парочку, чтобы... Так, сейчас за пластикатик схожу. Стоим. Вот они, заклепки. Так, и они у нас должны, оп, таким вот образом войти сюда. Какой он? Один готов. Ну вот, в общем, как-то так мы восстанавливаем лист на место. Так, ну и снизу тоже. Пока все. Теперь нам нужно вернуть усиление на место. И лист у нас уже заблаговременно загрунтован, то есть мы можем уже спокойно сейчас на него производить укладку плитки. Пока завершающие работы я закончу, а потом перейдем к укладке. Так, ну что ж, в общем, восстановил я гипсокартон обратно. Все, все у нас хорошо. Люк так же работает, как и работал непринужденно, без всяких проблем и нареканий дела идут. Значит, осталось только приклеить плитку, ну и потом ее, естественно, нужно будет еще и затереть. Ну, пока наша задача это восстановить плитку на место. Все, работаем дальше. Так, ну, в общем, подготовка завершена. Подвесил вот такой вот импровизированный груз для утяжеления нашего люка. И сейчас начнем клеить плитку. Груз нужен для того, чтобы сразу привести люк в положение, в котором должен будет он находиться после того, когда будет приклеена на него плитка. Так, ну все, процесс монтажа переделки люка с гипсокартоном завершен. Теперь этап с плиткой. Так, приклеил, в общем, первую плитку. Клея не хватило, как всегда. Сейчас идет второй замес клея. И потом будем продолжать монтировать остальные два кусочка плитки. Так, ну вот, в общем, с помощью системы СВП зафиксировали нашу плитку. Теперь даем ей застыть. И чуть позже мы ее затрем и засиликоним швы. И процесс будет завершен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok